Вот о чём бы я хотел бы действительно поговорить, вот про что называть наркотиком. Ведь алкоголь, допустим, очень тяжёлый наркотик. Он не то что продаётся свободно, он рекламируется. В общем, фактически ограничений, ну, помимо запрета по реализации в ночное время, вы ведь тоже были, по-моему, одним из инициаторов вот этого. Не существует, как бы, никаких ограничений. Ну, возрастной ценз и вот график продаж. При этом... И места продаж ещё. Места продаж, да. Он всё-таки из палаток, мы его убрали. Хорошо, но ведь алкоголь гораздо более тяжёлый наркотик, чем, там, то, что называется травой, та же марихуана, которая используется в медицинских целях. Есть клиника в Израиле, в Колорадо, в Калифорнии. Это используется в медицинских целях, продаётся там наркотик. Этот наркотик или это средство не для утехи, а для медицинских, как бы, целей. Объясните мне, почему такие двойные стандарты? Это не двойные стандарты. Я могу сказать больше, что в мире существует около миллиона видов растений с психоактивными свойствами. Ещё несколько миллионов синтетических веществ, которые обладают тоже психоактивными свойствами. Всё это закрыть под списки, наркотические списки невозможно. По определению просто. И дело тут не в наркотиках, а дело в спросе, дело в головах. И помните, да, разруха, она в головах. Поэтому всё закрыть невозможно. Но в начале прошлого века, в девятом-двенадцатом годах, там прошли две конференции. Одна шанхайская, другая гаггская. И человечество, в общем, согласилось, что ряд веществ необходимо закрыть под контроль, потому что вред от них выше, чем вред от алкоголя и табака. Например? От чего? От опиума вред выше, чем от алкоголя? Причем, ещё скажу больше, что опиум и конопля входили в арсенал британской фармакопеи и очень широко использовались в лечении психических и психических расстройств. Ну так же, как и производные коки, насколько я понимаю, тот же кокаин, тоже использовался в медицинских целях? Да, конечно, как обезболивающее вещество. Да, как местное обезболивающее вещество использовалось. Героин придумал Байер как противокашливый препарат. Тот самый Байер, который был производителем эспирина. Я думаю, что он тут не виноват, просто такой вызов получился. Но героин придумал, ведь был не как наркотик, это, наверное, та же история, что с Виагрой. Как противокашливый препарат. И потом придумали, что героином можно лечить морфинистов, которых очень много накопилось к концу 19 века. Потом оказалось, что он в тысячу раз сильнее, чем морфин. В смысле привыкания или в смысле действия? Да, конечно. И зависимость вызывает более мощную. И медицинские пошли... Более мощную или более быструю? И быструю и мощную. Да, по-моему, он сильнее. И вот тогда много стран, ну и в том числе Америка, Великобритания, Россия, Китай договорились, вот эта шанхайская знаменитая конференция 2009 года, о том, что вот есть определенные вещества, медицинские последствия от приема которых значительно превышают их пользу. Это был основной аргумент. Поэтому из всех фармакопей, из всех арсеналов лекарственных средств убрали опиаты, убрали коноплю и их минимизировали только в отношении больных онкологического профиля. Потом этот список стал пополняться, стали придумывать новые наркотики. Говорят, что до 50 наркотиков новых придумывают ежегодно. Ежегодно? Ежегодно. Что касается алкоголя, тут сложная штука. С одной стороны, вы абсолютно правы. Достаточно тяжелый по последствиям вещество. Раствор. Но человечество пьет порядка 7 тысяч лет алкогольную продукцию. Но оно и курит порядка столько же тысячелетий. Нет, курит меньше. Курит меньше. После того, как Колумб привез в Европу табак до этого... Хорошо. А то, что там курили до Колумба, это вообще не считается? Не курили, нет. Не курили. Вот для телезрителей отдельно скажу, что табак... Ну, коку жевали? Коку жевали, да. Но кокаина не употребляли. Листья коки жевали, да. Когда покойный президент Венесуэлы публично жевал листья коки, говорил, что это не наркотик. А это наркотик? Это наркотик кокаин. А вот когда это в натуральном продукте, это, конечно, не наркотик. Это растение, которое растет там в Южной Америке. Так вот, табак употребляли как галлюциноген. Достаточно мощный галлюциноген. Но это другой сорт табака. И его курили, может быть, один раз в жизни. В обряде инициации. То есть при переходе из детского возраста во взрослое состояние. А когда Колумб привез табак в Европу, вот тогда пошла мировая эпидемия курения табака. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва 24.